В Арзамасе стартовал Кубок России по фехтованию. Соревнования проходят в комплексе «Звездный». Нижегородской области не впервой принимать соревнования такого уровня. И на этот раз организаторы не подвели. На турнир было выделено сразу два больших зала. Предварительный этап, в частности, проходил прямо в хоккейной коробке. Здесь более просторно. И спортсменам фехтовать проще, и зрителям очень хорошо отсюда все видно, и тренерам очень легко работать со спортсменами. Поэтому здесь нет никакой толкачи, все свободно. Групповой этап обошелся без громких сенсаций. Лидеры сборной Лугунова, Гудкова, Шутова и Колобова уверенно одержали по шесть побед в группах и оказались в верхней части турнирной таблицы. Хороший старт показала также и первый номер мирового рейтинга среди юниоров Ирина Охотникова. Ну, первый бой я, конечно, проиграла, 5-4. Немного не собралась, а потом настроилась и выиграла все бои последующие. Охотникова смогла дойти до стадии четвертьфинала, где уступила москвичке Саумовой. А главные медали Кубка России разыграли уже именитые спортсменки. Первенствовала двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Лугунова. В финале она обыграла чемпионку мира и бронзовую призерку Олимпиады в Рио Любовь Шутову. Для последней Кубок России стал первым крупным турниром в этом сезоне. Готовилась я не в полную силу, не с командой, поэтому я безумно рада своему успеху. Как вообще ощущаете себя на первых соревнованиях, как входите в новый сезон? Ну, хорошо ощущаю. Физически, в принципе, фиктую нормально, есть там приемы, но физики не хватает, скажем так. Бронзовые награды достались чемпионкам мира Татьяне Андрюшиной и Виолетте Колобовой. Командные соревнования Ушпажисток состоятся 23 ноября, и по итогам личного турнира главный фаворит — это сборная Москвы.